Здравствуйте, уважаемые зрители канала газета Садовод видео. Я рада приветствовать вас на нашей первой цветочной выставке, когда мы показываем сад непрерывного цветения. Но, конечно, только сейчас мы получили календарное лето. Назвать его полноценным летом пока еще сложно. И, конечно же, в наших садах нет еще такого яркого, разнообразного цветения пионов. Но в этом году на нашей выставке у нас появилась возможность показать срезку из крупнейшего голландского питомника. Конечно, впереди у нас будут и наши пионы, и наши выставки с нашими цветами. Но пионы в саду – это действительно роскошь северного сада. И просто, когда будет наша выставка в конце июня, также в нашей любимой Евразии, мы уже будем показывать пионы, выращенные здесь. Но сейчас у всех есть возможность увидеть разнообразие тех сортов, которые, что скрывать, и уже давно это не секрет, что, конечно, большая часть посадочного материала приходит к нам из Голландии. С одной стороны это хорошо, с другой стороны, может быть, это плохо. Но если посадочный материал качественный, то и хорошо, пусть будет и заграничный. Главное, что сейчас у нас появилась возможность видеть и приобретать вот этот вот разнообразнейший спектр разных пионов. Конечно, привлекают пионы всех. Многолетник, который не надо выкапывать, который достаточно хорошо растет в наших садах. И учитывая разнообразие, учитывая богатство этого куста, конечно, нравится всем. Как выбирать, как подбирать? Конечно, для этого нужны вот такие выставки. Потому что ни одна картинка, ни интернет, ни фотографии, они никогда не передадут ту гамму, те переливы, которые есть у пионов. Особенно у новых сортов. Особенно у новинок. Потому что, конечно, селекция, она не стоит на месте. И все время ищут новые формы селекционеры, новые окраски, новые запахи. И вот как раз для этого есть вот такая выставка, когда можно это все увидеть, понюхать и понять для себя, а это очень важно понять для себя, что посадить. Ведь когда мы говорим, ой, хочу пион. А какой пион? Он может быть простым, он может быть бомбовидным, розовидным, полумахровым, с японской формой. Можно их перемешивать, но опять-таки важно подбирать по цвету. Если садовод, цветовод хочет создать определенную гамму, хочет создать определенный, может быть, цветовой ряд у себя в саду. Это достаточно важно. Хотя здесь у нас очень интересный вариант, когда сделаны большие композиции из разных сортов пионов по форме и по цвету. И вот этому как раз можно научиться на выставках. Что касается приобретения пионов, это, конечно же, август месяц. Не надо стремиться покупать их весной. Лучше всего в августе месяце сажать у нас до 25 августа. Это и правильно, и полезно для пиона. Если вы приобретаете корни с открытой корневой системой, то сейчас их лучше даже прикопать, не высаживать на постоянное место. Еще важный вариант. Если вы покупаете пионы с закрытой корневой системой, то есть они находятся в земле, они в горшке, вы тоже не торопитесь их сейчас высадить на постоянное место. Они отлично могут пожить месяц-два в этом же горшке, и потом их в августе вы спокойно сажаете, высаживаете в саду на постоянное место, заранее приготовив как следует посадочную яму. Вот этот момент очень важен, потому что, несмотря на объем деленки, которую вы имеете, вы все равно должны готовить большую посадочную яму, потому что вы сажаете пион ни на один год, ни на два. Я не буду говорить о том, что это нужно выращивать, и можно пион выращивать 10-15 лет. Новые сорта, новинки с мощными, красивыми цветами, они не смогут так долго расти на одном месте, несмотря на подкормки. Поэтому нужно, конечно, исходить из расчета 7-8 лет. Потом мы выкапываем пион, делим его и рассаживаем. Что-то дарим, что-то не дарим. Хочу напомнить, что канал газеты Садовод Видео, мы уже снимали сюжет о том, как делить и как сажать осенью пион. Будет, конечно, может быть и полезным опять посмотреть и вспомнить о этой работе. А я хочу сказать, что не только эта выставка, а и наша следующая выставка «Роскошь Северного сада», она тоже будет достаточно разнообразна по сортам пиону. Больше того, я могу сказать, что на следующей нашей выставке, которая будет здесь же в Евразии 28 июня, будут сорта, которые не показаны на этой выставке. Они более коллекционные. Они не входят в реестр промышленно размножаемых сортов. Поэтому, конечно, то, что идет массово, оно интересно, оно красиво. И каждый сорт – это отдельное, в общем-то, произведение искусства, можно сказать. Потому что это не природные сорта, а выведенные гибриды. И это гибриды, которые представляют собой гибрид травянистого и древовидного пиона, но по агротехнике более близки к травянистому пиону. И они тоже завоевывают сейчас сердца наших цветоводов. Конечно, я хочу всех пригласить не только на эту выставку, но и на выставку «Роскошь Северного сада», чтобы увидеть еще больше сортов и выбрать для себя и полезно. И каждый день, ежедневно, совершенно бесплатные консультации, как, что, где выращивать. И мне кажется, что для этого есть необходимость подписаться на наш канал «Газета Садовод.Видео». И чтобы как лучше и больше выращивать красивых цветов у тебя в саду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!